Библейский портал экзегет.ру представляет 37 глава книги Иисуса Сына Серахова Я читаю синодальный перевод для библейского портала «Экзегет» Про друзей вдруг начинает он писать В 36-ю молитву Богу рассказ о удачной женитьбе Как это выглядит, что такое хорошая жена И в 37-й друзья, то есть как бы следующий круг, все расширяется Вот те, кто рядом с моим домом и в нем, и к кому я сам хожу Важно выстроить отношения с Богом, важно найти хорошую жену И важно иметь правильных друзей Всякий друг может сказать «я подружился с ним» Ну, то есть всякий может назваться другом Особенно, когда денег занять хочет Но бывает друг по имени, только другом Не есть ли это скорбь до смерти, когда приятель и друг обращаются во врага? О, злая мысль! Откуда вторглась ты, чтобы покрыть землю коварством? Друг, который стал врагом Конечно, это хуже, чем враг изначально, потому что друг же знает слабые места И друг пылает какой-то особой злобой Враг ему, в общем-то, все равно А вот друг, ставший врагом, это что-то особенно тяжелое Приятель радуется при веселье друга, а во время скорби его будет против него Причем во время скорби, то есть он спешит разделить, и это у сырых уже было, лишь радостные минуты И это, конечно, ложный друг Приятель помогает другу в трудах его ради чрева Ну, в смысле, чтобы угощение получить На свадьбу все друзья А как огород копать? Нету их А во время скорби его будет против него Приятель помогает другу в трудах его ради чрева А в случае войны возьмется защита То есть будет сам прикрываться Не выступит с мечом на помощь своему другу Не забывай друга в душе твоей, не забывай его в имении твоем В имении твоем, то есть делись, угощай Уделяй ему от своих богатств Всякий советник хвалит свой совет Но иной советует свою пользу То есть подает тот совет, который ему самому выгоден От советника охраняй душу твою и наперед узнаешь, что ему нужно Ибо, может быть, он будет советовать для самого себя Может быть, он бросит на тебя жребие и скажет тебе Путь твой хороший, а сам станет напротив тебя Чтобы посмотреть, что случится с тобой Бросит жребие, гадание по жребию И он будет одобрять твои поступки Но сам смотреть, как обернется Может быть, где-то себе выгоду найдет Может быть, от твоих неудач Ему прибыток какой-то будет Советник на твой советник Что его совет можно принять, можно нет Не советуйся с недоброжелателем твоим И от завистников твоих, скрывая намерения Ну, это уже совсем понятно Не советуйся с женой, а соперница ее Да, как-то некрасиво звучит По поводу любовницы с женой, не советуйся Ну, тогда могла быть, конечно, и вторая, и третья жена Поэтому, понятно, вряд ли имеется в виду любовница Имеется в виду, скорее всего, как раз та самая вторая, третья И с боязливым о войне Хотя, может быть, соперница, кстати У жены с кем-то ссора, да Вот именно у нее отдельно А ты советуешься с ней, как тебе вести себя с этой женщиной Не обязательно Это любовная история Значит, с боязливым о войне С продавцом о мене Ну, то есть о торговых операциях С покупчиком о продаже То есть с тем, кто имеет выгоду в том, что ты хочешь сделать Свою выгоду будет преследовать свою С завистливым о благодарности Он не понимает, что это такое С немилосердным о благотворительности С ленивым о всяком деле Он тоже не знает, что это такое С годовым наемником об окончании работы С ленивым рабом о большой работе Годовой наемник То есть он нанялся на определенный срок Ему все равно, что будет после этого срока А рабу вообще лишь бы поменьше работать Поэтому большие проекты обсуждают только с тем, кто с тобой этот проект готов пройти до конца А не с тем, кто хочет урвать как можно больше здесь и сейчас Как можно меньше для этого потрудиться Не полагайся на таких ни при каком совещании Но обращайся всегда только с мужем благочестивым О котором узнаешь, что он соблюдает заповеди Господни Который своей душой по душе тебе И в случае падения твоего поскорбит вместе с тобой Главный признак друга Он с тобой в беде Мне кажется, это такая универсальная мысль Она далеко не только у Сыраха есть Держись, совета, сердце твоего Ибо нет никого для тебя Верни его Душа человека иногда более скажет Нежели всем наблюдателям Стоящим на высоком месте для наблюдения Интуиция важнее советов Не всегда Но, скажем так, советник он Советник о решении за тобой То есть не передавай решения Связанных с твоей собственной жизнью другим людям Решаешь в конечном итоге ты Но при всем этом молись Всевышнему Чтобы он управил путь твой в истине Да, не будем забывать Он постоянно об этом нам будет напоминать Что вообще-то есть Бог И это многое меняет Начало всякого дела размышления А прежде всякого действия совет Против необдуманных поступков Выражение сердечного изменения лицо То есть эмоции видны на лице Четыре состояния выражаются на нем Добро и зло, жизнь и смерть Добро и зло, этические понятия Жизнь и смерть, физиологические То есть человек болен или здоров А господствует всегда язык Как интересно, да То есть словами можно Как бы преодолеть то впечатление Которое создает лицо И вообще внешний вид Иной человек искусен Многих учит А для своей души бесполезен Иной хищряется в речах А бывает ненавистен Такое останется без всякого пропитания То есть вот Как господствует язык Смотрите, он может многого добиться Но при этом быть бесполезным Ненавистным Ибо не дана ему от Господа благодать Он лишен всякой мудрости То есть речистость еще не признак Богоугодности И не признак даже ума Иной мудр для души своей И плоды знаний на устах его верны Значит, мудр для души своей Я чуть дальше прочитаю Мудрый муж получает народ Свои плоды знаний его верны Значит, видимо, его мудрость В каком-то согласии с его совестью И поэтому он других может научить Мудрый муж будет изобиловать благословением И всевидящие его будут называть его блаженным Ну, тут он немножко слишком оптимист Мне кажется, сервах Я надеюсь, вас не смущает, что я где-то могу с ним Чуть-чуть не соглашаться В конце концов, книга не каноническая Она где-то на границе Библии и не Библии Ну, а может быть, и я не прав Не думаю, что я всегда прав Жизнь человека определяется числом дней Одни Израили бесчисленны Одни Израили, то есть Божьего народа Который не умрет Ну, вот, смотрите, по крайней мере, Две с лишним тысячи лет прошли А до сих пор он есть Мудрый приобретет доверие у своего народа И имя его будет жить вовек То есть почему-то он упомянул Долголетие своего народа Среди похвалы мудрости Ну, потому что мудрость и дает этому народу силу Причем мудрость не просто как высокий IQ Да, там много нобелевских лауреатов Среди евреев Больше, чем среди, наверное, большинства других народов Если не всех Нет, не в этом дело А дело в том, что мудрость — это некоторое общение с Богом Прежде всего А рассудительность и все прочее Лишь следствие этого Ну и, кстати, вот Он так переходит от высокого богословия К очень простым вещам Сын мой в продолжении жизни испытывай твою душу И наблюдаешь, что для нее вредно И не давай ей того Какой прекрасный совет, да? Вот он много дает списков Хороших и плохих вещей, да? Но в конечном итоге каждый человек сам за собой наблюдает Ибо не все полезно для всех И не всякая душа ко всему расположена Нельзя создать универсальные правила и списки Не присыщайся всякую сладостью Не бросайся на разные снедья Ибо от многоедения бывает болезнь И присыщение доводит до холеры Ну, до холера, положим, доводит не присыщение Но, скажем так, обжарство точно вредит здоровью От присыщения многие умерли А воздержанные прибавят в себе жизнь Но, может быть, это не только про еду Про то, что надо умеренно питаться Здоровой еще желательно пищей Наверное, это вообще про жизнь Потому что, смотрите Много всего в жизни хорошего и интересного Но можно обожраться не только едой Можно и этим присытиться И тогда ничего хорошего не будет Кстати, а что делать, если все-таки Заболел от своего обжорства? Ну, 38 глава с этого и начнет Продолжение следует...